Доктор, а долго ещё ватку держать? Пока кровь не остановится. И больше никогда не называйте меня некомпетентным, вонючим, айболитом. А то я вам руку сломаю. Это понятно? Понятно, папа. Ватку держим. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Только сядешь и вклю, всем вокруг рассмею, вот за что я так люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Ой, да ладно. Какая ты хитрая, а? Слушай, а коли он не найдет? Найдёт, галя не найдёт. Найдёт. Вон он, под кустиком. Тут ведь как? Тут ведь без приза нельзя. Заказать. Пойдём к маме моей в огороде. Пойдём к маме. Пойдём к маме. Давай, Федюль, давай. Давай, Рудной, давай. Сегодня Мюллер пригласил Штирлица поплавать в бассейне. Так близко к провалу Штирлиц не был ещё никогда. Штирлиц, ну вы идёте? Да, дай Мюллер, иду. Одну секунду. Мы вас ждём. Ну, вроде хорошо. Должно прокатить. Простите, товарищ Сталин. Конспирация. Иду, иду. Так, зайчиков покормил. Белочек тоже покормил. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, любезнейший. Не подскажете, как нам к дороге выйти? Заплутали. Вот так. Напрямик. Спасибо. Спасибо. Медведя тоже покормил. Пойду сам поел. Мужчина, извините, вы не могли бы мне купить бутылочку водочки, а я потом на выходе вам денежки отдам. А тебе что, 18 и нет, что ли? Нет, и есть. И жена у меня есть. И он на кассе сидит, работает. Из-за нее и прошу. Мужчина, купите мне бутылочку, а я уж ее на выходе вам... Коля, давай не сегодня, я так устала, спать хочу. Ваня, соберись, мы на сцене. Проснись, Карина, у нас дети смотрят. Давай по тексту, спящая красавица. Ты разбудил меня своим поцелуем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Серег, о, бутылочка. Так. Так. Наверное, какое-то важное послание. Так, держи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужики, если есть водочка, отлейте, пожалуйста, в эту бутылку и отправьте назад на тот берег. Похмелиться надо, умираю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Жизненные трудности вижу у тебя, дорогой. Да. Проблемы на работе. А, финансовая нестабильность, дорогой. Вот видишь? Финансовая нестабильность. Ну что ж. Спасибо, Роза. К сожалению, Иван Петрович, банк наш вынужден отказать вам в выдаче ипотечного кредита. АПЛОДИСМЕНТЫ А как же я... Ну поверьте, Роза наш лучший аналитик. АПЛОДИСМЕНТЫ Финансовая нестабильность. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, сегодня у нас не очень радостное событие. С нашей кафедры теории вероятности и математической статистики уходит Олечка. Нам всем очень жаль. Может быть, Оля сама нам объяснит причину своего ухода? АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, 10 лет назад я пришла на кафедру теории вероятности и математической статистики в надежде выйти замуж. За эти 10 лет ни одно предложение ко мне так и не поступило. Хотя я единственная женщина в коллективе из 30 человек. Из этого я сделала вывод, что теория вероятности и математическая статистика это полная ерунда. Прощайте. Жорж, Жорж, это могут войти, Жорж. Ну не стоит. Ах, Жорж. Ах так, что здесь происходит? В моем кабинете, на моем диване соблазняет мою жену, Дантес. Это дуэль. Женька, а ты уверен, мы еще думаем? Дуэль. Дуэль. Шансов мало. Ты, брательник, молодец, что в отпуск ко мне приехал, потому что на Тетерево лучше идти по вечерней расти. Вот как роса вечерняя выпала, все, смело, иди на Тетерево, потому что он таковать выходит. и вот там говорят, что пуля лучше на Тетерево. Никого не слушай. На Тетерево лучше дроби нет. Федь, а если на Тетерево лучше дроби-то и нету, чего же мы с собой даже ружья не взяли? А вот когда на Тетерево пойдем, тогда и ружья возьмем. А сейчас мы пришли смотреть, как девки в речке купаются. Тетерево по сравнению с девками это девушка, эту бутылку вам передал мужчина, который сидит вот за тем столиком. Извините, он придумал. Говорит, что за тем столиком девушка посимпатичнее. И он четыре раза вызывал туда наряд. Я извини. Дежурная часть. Уважаемый, я вам в третий раз повторяю, вы не туда попали. Кто звонил? Да чудик какой-то. В третий раз звонит, просит какую-то милицию. Я говорю, вы не туда попали. Но мы же не милиция, мы полиция. Правда? Иванкова, не списываем. Здравствуйте. Пишите, 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 можно вас на секундочку? Конечно. Иванкова, я что сказала? Я вас слушаю. Я по поводу своего Сереженьки. Сереженька? У нас в классе нет Сережи. Вы ошиблись. Наверное, в соседнем классе. Нет, вы знаете, он не из класса, он из учительской. Сергей Мирюков, мой муж и ваш учитель истории. Если ты, коза-драма, не перестанешь строить ему глазки, то я тебе твои жиденькие волосюшки все повыдиркаю один за одним. Ну, всего доброго. Чуть-чуть. Комиссар, а я не понял, а ты почему не борешься? У нас борьба вольная. Ну? Хочу борюсь, хочу отборить. хорошо. Все записала? Да, да. Хорошо, поехали. Ну что, куда едем? Значит так, за зеленым холмом, с которого открывается шикарный вид на лежащий внизу горы, извилистый уходит вниз дорога, похожая на змею. Если повернуть с нее направо, то в зеленых кущах тополей можно обнаружить узкую тенистую улочку, стремительно сбегающую прямо к набережной. Там, в конце этого пахнущего летом зеленого коридора, уютно разместился старый дом из прекрасного кирпича в виде виноградной глазки. А, ну что, опять к этому писателю едем? Давление у него. Ну что, адрес помнишь? Поехали. Э, нет, давай-ка еще раз повтори. За зеленым холмом. Товарищ Сталин, решите доложить? Докладывайте. 150 тысяч немецких танков развернулись, покинули линию фронта и вернулись обратно в Германию. Вот видите, стоило в газете написать, что у их танков проблемы с топливной системой, а в заводе изготовитель тут же их отозвал. Немцы щепетильный народ. Мы эту войну интеллектом выиграем. ты достал уже на других баб пялиться. Сюшка, а в чем он все делает? А в том, я здесь два часа лежу, и ты хотя бы пять минут бы на меня посмотрел. Так ему и тебе лень волну повернуть, понимаешь? Совсем обнаглел. Смотри на меня, я сказала, на меня смотри. Смотри на меня. Что происходит тут? Алло, алло. Скажите, выявите его конец света? Нет, сначала купите пылесосы вето. Нет, сначала поговорим об атаке. Пирожки, горячие пирожки, недорого, горячие пирожки покупаем. Горячие пирожки. Девушка, почему у вас пирожочки? О, это же 10 рублей за штуку. Так дешево? Ну, так это же я сама пекла. А давайте все мне. О, это же мой золотенький. Так, это же, это 200, слушай, а давай вот 250 и сумкой сразу. Давай. 250. О, мой золотый. Да, ой, здоровья тебе. И вам не хворать. Дорогие друзья, горячие пирожки, пирожки горячие, недорого, 25 рублей штука. Свежие пирожки, горячие, недорого, 25 рублей штука. Покупаем. Ирочка. Да? А вам не кажется, что вы сегодня слишком вызывающе выглядите? А, Федор Викторович, а я от вас ухожу. Да? Мне предложили более высокооплачиваемую работу. Да, позвольте полюбопытствовать. А чем же это вы там будете заниматься? Ну, тем же, чем и у вас. Только чай и кофе делать не надо. Ну что, гражданин, регистрация у вас закончилась. Может быть, мы как-то договоримся? Ну, как договоримся? Пятьсот рублей хватит? Хватит. А напарнику? О, я сейчас. Держись. Уважаемый, у меня к вам будет одна просьба. Я вас слышу. Я хочу сделать своей девушке предложение. Не могли бы вы, когда я сделаю вот так, подойти к нашему столику, сыграть что-нибудь, а потом преподнести моей девушке на кончике смычка вот это вот колечко. Я вас понял. Все сделаем в лучшем виде, даже не сомневайтесь. Боже мой, какая прелесть. Дорогая, у меня для тебя сюрприз. вот. Это мне? Это таки вам. Ой, спасибо. Какой красивый. Я согласна. А как ты узнал мой размер? Впрочем, не важно. меня зовут Таня. Пока, неудачник. От тебя раз и когда ничто не дождешься? Пойдет, мой гений. А я прямой. Да. А я буду. А я буду. Жесть котропа. гражданин, вы в курсе, что ловля сетки запрещена? Да, конечно. Только мне в чем дело? Я не рыбак. Я тренер сборной по волейболу. Вот, стираю сетку. А, удачной вам игры. Спасибо. И стирки. Спасибо. Да что ж за день такой сегодня? То тренер по волейболу, то по футболу. Это ведь олимпиад на вашу. Хочу вам напомнить, лейтенант Егорова, что я здесь начальник, и мои приказы подчиненными не обсуждаются. Да пойми ты, Егорова, у нас всего две женщины в отделении, но не можем мы с тобой ходить в одной форме, ты понимаешь? Причем, вот эта вот форма тебе очень даже идет. Согласна, Егорова. Так точно. Свободна. И соберись, Егорова. Я собралась. Они берут же в органы. У тебя голова болит, да? Да нет. Не болит. А, наверное, завтра рано вставать. Нет. Завтра выходной. А, у тебя заболела мама, и ты ни о чем другом думать не можешь. А, нет, нет. Дети услышать могут. Точно? Так? Нет. Мама здорова. Дети в лагере. И мы с тобой одни. Ну, так что ничто не может помешать нам заняться чем-нибудь интересненьким. Прямо сейчас, прям сегодня, что ли? Нет, через год. Ну, конечно, сегодня. Так неожиданно. Как тут внезапно так. О! Что? Что? Ой. Что ты в голову вступила? Ой, слушай. Ох. Так, вступила. Слушай, давай, давай не сегодня. Давай, когда пройдет. Назад тебе тоже. Лежу. Ох ты. Не забит, да? Конечно, конечно. Ох. 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 Субтитры сделал DimaTorzok